Югорские консервы представили на международной выставке пищевой промышленности «Гулфуд» в Дубае. Свою продукцию презентовал Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария». Это одно из крупнейших предприятий по переработке рыбы в округе. Благодаря сертификации продукции стандартам «Халяль» компания может продвигать свою продукцию на рынках Арабских Эмиратов и других мусульманских стран. Пройти сертификацию помогает Фонд развития Югры. Получить эту услугу могут сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские и фермерские хозяйства. В прошлом году 27 компаний региона заключили экспортные контракты. Выручка югорчан составила более 8,5 миллионов долларов США. Почти 9 тысяч югорчан впервые в своей жизни будут участвовать в выборах членов ВИК в рамках поквартирного обхода. Не только рассказывают впервые голосующим жителям округа о предстоящих выборах. Им дарят блокнот, ручку и силиконовый браслет. Всего в регионе 8 829 молодых людей, которым до выборов президента исполняется 18 лет. Для впервые голосующих у нас небольшие сувениры в виде ручки, блокнота и браслета. Вручаем это на входе, когда видим, что человек впервые голосует. Мы также разговариваем с ним, проводим беседу, приглашаем на выборы. Тех, кого мы не застали дома, мы посетим еще раз. Может, кто-то на работе допоздна. Мы в выходной пойдем, значит, днем, чтобы застать людей дома и проинформировать. Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. В этой работе задействованы около 3000 обходчиков. Распознать их легко, благодаря отличительным особенностям. На них белые шарфы с логотипом выборов, бейджи с фото и печать увык. Нагрудные знаки в виде галочки в цветах российского триколора. Выборы президента Российской Федерации будут проходить 3 дня, с 15 по 17 марта. Добровольцы ГУМ Корпуса будут помогать мирному населению, освобожденной Авдеевке. Сегодня из Сургута туда отправили полевую кухню, крупы, тушенку, чай и сладости. Все для того, чтобы организовать раздачу горячего питания. Кроме этого, в гуманитарный груз вошли около 1000 продуктовых наборов, так называемых коробок добра. А защитники в зоне СВО скоро получат 5 машин. Один УАЗик и 4 легковых. Их доставят на автовозе. Это подмога бойцам от родственников предприятий и добровольческих организаций. Напомню сейчас, во всех точках сбора гумпомощи в округе принимают адресные посылки для военнослужащих. Отправлять их в зону СВО будут централизованы в каждую третью пятницу месяца. Как стало известно, что Авдеевка освобождена, наши добровольцы начали работу в этом направлении с мирными жителями и оказывают помощь мирному населению. Сейчас, конечно, нужны продукты питания, в первую очередь. Продукты питания, медикаменты, вещи. В Ханты-Мансийске волонтеры-медики провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Практическое занятие под руководством будущих врачей прошло на площадке штаба общественной поддержки «Единой России». Студенты-технологи педагогического колледжа научились работать с пострадавшими при травмах и кровопотерях, спасать в случаях остановки дыхания и сердца. Гостями медицинского мастер-класса стали участники гуманитарных миссий. Они рассказали ребятам несколько правил поведения при ЧП. Добровольцы поделились со студентами опытом поездок в зоны боевых действий и пересказали несколько историй жителей тех территорий. По словам волонтеров, подобные навыки применимы не только в бытовых ситуациях, но и в полевых условиях, с чем участники делегации сталкивались не раз. Югорские волонтеры пригласили студентов пройти курсы тактической медицины, а также принять участие в уроках по управлению беспилотниками. Обучение добровольцев проводится на бесплатной основе.